Всем добрый день, это проект Редколи ЕЧТАРУ. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор ЧТАРУ и у нас сегодня в гостях не первый уже раз Евгений Юрьевич Касьянов, экономист. Экономист и где-то даже журналист. Сегодня мы с ним договорились обсудить некоторые итоги Восточного экономического форума, который проходил накануне выборов в городе Герои Владивостоки. Там Забайкальский край представляла делегация Забайкальского края в составе вице-премьеров, министров, простых чиновников, артистов. Они занимались подписанием неких соглашений, плясали и добивались чего-то, судя по всему, для Забайкальского края. Но я просто по новостям у нас пробегусь, которые с Восточного экономического форума выплыли. Но, во-первых, там был удивительный информационный повод. Я не понял, как это произошло в рамках Восточного экономического форума, но почему-то именно на его полях губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов неожиданно вспомнил опять про несчастную церковь декабристов. Там же его цитата это была, в которой он заявил о том, что там нужно возобновлять богослужение. Это всколыхнуло редко колышущееся общественное мнение. В Чите резко выступили против традиционно музейные сотрудники, ученые и даже губернатор первый Забайкальского края Ильф Федорович Гениатуллин. Но мы про это сегодня говорить не будем, просто вот такой информационный повод, который, по-моему, немножечко оттенил даже экономические события, которые там происходили. Вот. Но если говорить про экономику, то я вот до того, как сегодня погуглил у нас в ленте итоги ВЭФа, я запомнил две школы на 800 мест, которые должны строиться на условиях концессии. Одна из них в Кашстаке. Вокруг нее уже происходят какие-то не очень понятные события, где-то в районе Минстроя или Минплана. Я уже запутался. И вторая школа на 800 мест в районе, ну вот выше Карла Маркса, там этот участок, я уже даже туда съездил, сфотографировал его просто ради интереса на выходных. Новая школа совершенно где-то на границе Читы и Читинского района. Также я запомнил подписание документов, которые связаны со второй очередью ГОКа, по-моему, на Удаканском месторождении Меди. Я запомнил разговоры о геологоразведке, и я, мне кажется, больше ничего не запомнил. Но у нас есть в ленте текст, в котором все собрано. В принципе, здесь есть инвестиции в микрорайон, хорошие на Восточном экономическом форуме. Это частные инвестиции в частный микрорайон на берегу озера Кенон. Строит его компания Атолл. Несколько домов многоэтажных. Вот уже упомянуты две школы. Кредиты для бизнеса по сниженной ставке. Я здесь, правда, процентов не вижу. Но, видимо, тоже это на полях Восточного экономического форума обсуждалось. Вторая очередь у Дакана и несколько тысяч рабочих мест. Повышение качества медпомощи в Забайкальском крае. Я уж не знаю, какое это отношение имеет к Восточному экономическому форуму, но мы это сейчас обсудим. Поговорим про это. Большая геологоразведка, это я сказал. Больница, спорткомплекс и досуговый центр для новой чары. Это частные инвестиции инвестора, которые занимаются удаканским месторождением меди. Удаканская медь. Тоже здесь подписывались некие соглашения. Мобильная связь для отдаленных сел Забайкалья. Я это слышу уже лет, по-моему, 15 про мобильную связь для отдаленных сел. Ну, она же мобильная. Да. И доступное жилье. Некий дальневосточный квартал в Чите. Я пока с трудом представляю контру этого дальневосточного квартала. Не только вы. Да, по-моему, где-то в районе микрорайона Октябрьский, где до сих пор школу, к школе дорогу не могут построить. Там вот такая грунтовочка. В общем, вот такие события происходили на Восточном экономическом форуме. Мы тут пытались в рамках ЧИТАРУ выяснить, сколько тут чиновников ездило, но не выяснили. Выяснили почему? Выяснили, да? Выяснили. Вот я с этого и хотел начать. Начинайте, Евгений Юрьевич, что вы про все про это думаете? У меня потом будет по ходу дела вопрос. Хорошо. Вот мы в прошлый раз с вами говорили о законах Мерфи. Я бы тоже хотел еще вспомнить один закон Мерфи, который говорит о том, что о чем бы люди ни говорили, в конечном итоге речь пойдет о деньгах. Вот такой закон. Вот я хотел бы и начать разговор как раз о деньгах. Вот на сайте ЧИТАРУ 16 сентября, совсем недавно, был опубликован обнародован ответ Министерства так называемого экономического развития Забайкальского края, где указывается то, о чем вы говорите. Сколько чиновников участвовало, сколько потратили на это дело и так далее. Вот давайте посмотрим на синодальный список участников этого богоугодного мероприятия. Вот мэр сообщает следующее, что в составе делегации официальной, без артистов, без всего, вот только официальная делегация, приняло участие следующие лица в таком количестве. Губернатор один человек, вице-премьеров три человека, министров один человек, замминистра пять человек. Итого все на дальнем списке десять человек. Но дальше меня пробила скупая мужская слеза. Оказывается, все эти, вот все ли я не знаю, но несчастные наши делегации размещались в кампусе Дальневосточного университета. Вот это у вас на сайте, на ответ. И вот практически общага, да? И значит, плата составила в среднем с одного участника 7148 человек. Рублей. Рублей. Рублей, да, конечно, рублей с одного человека. А питание составляло 300 рублей. Это обычные командировочные чиновники. 300 рублей. Я не знаю, кто там чем питался, но, видимо, Читинская делегация лапшу доширак взяла с собой, там сухарики. Это они не регулируют размер командировочных. Но вот дальше, дальше начинаются вещи очень интересные. Связано не с тем, а сколько, вот мне про эффективность форума чуть позже, а сколько мы на эти благие цели-то тратим. А вот смотрите, значит, я посмотрел сайты Владивостока на то время, проживание в гостиницах, они все ли, я думаю, участники нашей команды дружной жили в кампусе, стоило 50-70 тысяч рублей в сутки. Пролет до Владивостока самое минимальное, если удается поймать билеты 10 тысяч, так до 40 доходит. Ну, вы умножите на число членовую делегацию, получите некие цифры. Дальше. Стоимость участия. На сайте Росконгресса можно посмотреть, сколько стоит стоимость участия вот в этом богоугодном мероприятии. Там два пакета. Пакет стандарт стоит 214 тысяч и пакет премиум 267 тысяч. Мне кажется, они не платили наши-то. Как не платили? Надо их уточнить у них просто. Мне кажется, это какие-то там коммерческие участники. Но без этого вы не получите бэдж, вы не будете аккредитованы, вы не попадете просто на этот форум. Надеюсь, это уже речь идет на самом деле о миллионных затратах. Ну, естественно, это же далеко и много людей. Конечно, это стоит чего-то. Ну, а вот разница между пакетом премиум и пакетом стандарт состоит в том, что пакет премиум дает возможность присутствовать на пленарном заседании. И то есть, вживую, без телевидения, видеть нашего президента, главнокомандующего, лидера нации, кандидата экономических, ну, вот вживую. Можно и вот за это надо в удовольствие оплатить еще 50 тысяч рублей. Ну, правда. Но это же классика экономических форумов, по-моему. А? Так всегда на экономических форумах. А так всегда проходит. Там есть пакет премиум. То есть, в этом смысле Восточный экономический форум от других не отличается? Абсолютно. Только, может быть, в цене, там, в Питере еще дороже было? В цене, ну, в Питере не просто чуть дороже, там до миллиона доходило. Вот, там не чуть дороже, ну, Питер это Питер. Вот теперь смотрите дальше, что касается этого экономического форума. Но ведь то, что мы сказали, это просто затраты на официальную делегацию. А там же артисты присутствуют, там присутствует павильончик. Ну, понятно, что все это очень дорого. Это очень дорого. Это стоит очень и очень больше. Но потом это принесет региону десятки миллиардов рублей. Или сотни миллиардов. А вот об этом, вот давайте более подробно. Давайте. Я просто расскажу из того, что как там, ну, это устроено. То есть, вот здесь мы потратим 20 миллионов рублей, а получим 300 миллиардов. 300 миллиардов получим. Там вообще очень интересно. Значит, вот каждый форум. Вот итоги ВФ озвучивались так. Вот 3,5 триллиона рублей инвестиций. Вот общий итог. 60 стран-участников. Ну, правда, 60 стран-участников там было как? Там два президента Монголии и Казахстана обратились через онлайн напрямую. И были представители только тех фирм, которые уже в России работают. А всех остальных участников иностранных, которые должны были принести вот эти вот инвестиции, было, по-моему, меньше, чем амурских тигров. И вообще в форуме приняли участие в два раза меньше участников, чем это было в прошлом году. Но позапрошлым, извините. Но сейчас коронавирус? Ну, вирусов очень много у нас в стране, что объясняет. И очень многие процессы именно вирусом объясняются. Ну, был президент. А в России же как? На Руси древней повелось, что там, где августейшее лицо присутствует, там бояре появляются, челядь там. Ну, и так далее. Можно что-то выбить для себя. Да, а это используется. Потолкаться вокруг, просто что-то там в неформальной обстановке приобрести и так дальше. Вот то, о чем вы упоминали про Удакан. Подписывается соглашение там с Удаканской, Медиа, там вот то-то, социальное сотрудничество и так далее. Но все это можно было сделать в чите, без всяких форумов там и так далее. Правда, я вот не знаю, они же хотели эту голограмму сделать, губернатора. Отказались. Отказались. Вообще говоря, голограммой можно было украсить Чайковского 8, там нормально было бы. Ну, зря отказались-то. Так вот, очень интересно, вот вы говорите, вот очень интересно выступил на пленарном заседании президент. Вот что он, как бы, ну, глава там, все прочее. Значит, создаем на Курилах офшорную зону, еще одну. Мало у нас Владивосток, Свободный порт, Торы, Моры, на Курилах офшорную зону. Дальше. Объем жилищного строительства в ДФО к 2024 году, вырастет в 1,6 раза. Вот мы, то, что вы упоминали, будем все это строить. Дальше. Северный морской путь, 80 миллионов повезем, по нему грузов. Зачем, к чему и так далее. Ну, повезти-то можно, можно и стою увезти. А себестоимость всего этого мероприятия какова? Может, посчитали? Да, вряд ли. То есть, вы не знаете, посчитали или нет? А? Вы не знаете, посчитали или нет. Я не знаю, посчитали или нет, но элементарные экономические расчеты показывают, что это в разы дороже, чем через Суэцкий канал. В разы. Хотя быстрее. Да. Но это же... Но зато жизнь дает северу. А я не знаю, какую жизнь мы там оленям в тундре даем. Но вы что хотите, чтобы мы все ушли просто с северов, там бросили этот северный морской путь, пускай льдом взрастет и... Вы понимаете, мы не должны ничего бросать, но все это должно подходить в разумных способах. Вот Канада, скажем, северная страна, очень большая по территории, очень это. А население-то живет где? Вдоль южной границы с Соединенными Штатами. Другая страна. А там как бы, ну, работают и работают. Ну, и дальше я не говорю про мониторинг вечной мерзлоты, регулирование выбросов уплокислого газа, СО2 и так далее, и так далее. А вот то, о чем говорил наш уважаемый губернатор Александр Михайлович Осипов. Не только вот про церковь там, там более существенно... Я по церковь, это просто неожиданно было, я поэтому... Ну, оно, да, как бы прозвучало. Вообще ни к чему. Про церковь. А вот он выдал следующее. Там у них, видимо, такая вот тенденция сложилась на этом форуме. И они очень большое внимание обратили на градостроительство. Только что мы говорили там, в прошлый раз, между Владивостоком и Артемом, что-то там построить город на... Александр Михайлович продолжил эту таргенцию. Он озвучил следующее. Сейчас смотрите. Это тоже у вас на сайте, кстати, есть. Рядом с Удаканом построен новый город на 25 тысяч жителей. Вот так. Ну, плановый громадир. Ну, что-то он с Удаканом-то перегнул, по-моему, Осипов-то. Ну, какие 25 тысяч жителей? Вы были в Чаре давно? Нет, я в Чаре не был. Я просто посмотрел данные Росстата. Значит, весь Каларский район насчитывает 7,5 тысяч жителей. Причем половина из этих 7,5 живет... В новой Чаре. В новой Чаре, да. Теперь вот, что касается Удакана. Я больше верю в министру природных ресурсов Александру Козлову, который сказал так, что вот мы ГОК построим, и там будет 2000 рабочих мест. Вот, ну, а как ГОК? Ну, вот от этого можно отталкиваться от озвученных вами цифр. 7,5 тысяч жителей в районе, практически все они живут в Чаре или в Старой Чаре. 2000 будет в идеале рабочих мест на Морке. А кто переместит? Мород рядом с Удаканом. Да, и причем из этих 2000, как минимум половина, я думаю, вообще все будут работать вахтой. Вахта, конечно. Какие 25 тысяч, зачем он вообще это говорит, я не понимаю. Конечно, вы совершенно в этом правы, но креативность же надо показать перед вышестоящим. Слушайте, ну здесь, знаете, какая история меня всегда удивляет. Они же на чем-то основываются, когда говорят про 25 тысяч новых, про город на 25 тысяч жителей. От чего они отталкиваются? Что они будут, 25 тысяч жителей-то там делать? Почему только Удакан, понимаете, тех природных климатических. Нет, может быть, они имеют, про это просто интересно было бы с Александром Михайловичем поговорить. То есть, 25 тысяч жителей, вот у них там есть Удакан, может, они еще чину хотят сделать, может, у них абсад хотят реанимировать, может быть, они хотят, я не знаю, что-нибудь еще там построить ТЭЦ, наконец. Я не знаю. Но 25 тысяч, город новый на 25 тысяч жителей у кого Удакана, это воздушный замок, на самом деле. Причем это же инфраструктура социальная, там прочее. Причем нужно понимать, что вы мастер инфраструктуры, создание инфраструктуры. Конечно, конечно. Но вот у нас большинство таких полетов в космос и на север, они на самом деле никакой экономической базы не имеют. Абсолютно. Не, ну Удакан-то сам имеет, конечно. Сам Удакан, безусловно. Как месторождение, как горный комеда, тут вопросов-то нет. А вот эти вот новации про ГОКИ, МОКИ там и города, их окружающие, вот мы и имеем. Ну вот тут вы задали очень интересный вопрос. И вот, ну, экономическое содержание, свойность и так далее, и так далее. Вот смотрите, прошел в мае месяц, ну, не так уж, в принципе, давно, Петербургский экономический форум. Там тоже подписывались какие-то соглашения и так далее. Смотрите, где их реализация? О чем они вообще, эти соглашения? Я решил посмотреть. Вот у нас же не только Петербургский, Восточный экономический форум. Там, скажем, есть Сочинский, есть Екатеринбургский, есть Байкальский экономический форум. Был, по-моему. Красноярский. Я уж не помню, чтобы он проходил последний год. Да-да-да. Ну, потом есть даже Тюменский нефтегазовый форум. Вот такой. А проводят в основном вот эти форумы Росконгресс. Я зашел на сайт Росконгресса и посмотрел, сколько форумов. Вот вы говорите, ковид тут зловредный и так далее в 2021 году. Сколько форумов они уже провели и планируют провести в России в это время? 110. 110 форумов планирует Росконгресс. Вы извините, у нас что, такая экономическая эффективность? У нас такая экономическая эффективность? Ведь на форуму тратится, на самом деле, мы же с вами, кстати, во разговоры начали, деньги-то существенные. Слушайте, ну это мультипликативный эффект. Вот они все сели, полетели, загрузили авиалинии. Прилетели, загрузили гостиницы. Потратили денег во Владивостоке. Пошли в рестораны. Владивосток расширяется, развивается. Правильно. Эффект мультипликативный. Но, вы извините, эта мультипликация происходит почему-то не из своего кармана, а за счет бюджета. А вот такой мультипликации, такие мультфильмы, я как-то смотрю, ну, не очень хорошо мне смотрится. И второе. Вот то, что связано с этими форумами. Вот вы говорите, то-то, то-то, то-то. Ну, вот хорошо. Или плохо. Прошел форум, прошли какие-то эти. Приезжает делегация. Вот, по-моему, делегация должна была сесть в этой студии, в этом зале, и рассказать, и отчитаться. Вот мы потратили какие-то деньги, вот мы получаем такой-то эффект, вот мы несем такую-то ответственность. Согласен. Понимаете, за то, за то, за то. А то... Вы какой-то другой мир просто описываете. Так, я в свое время в детстве прочитал книгу философа Томаза Кампанелла «Город солнца». Может, оттуда у меня какие-то остались видения. Ну, вот вроде бы так. Но, на самом деле, то, о чем я говорю, это нормальный стандарт нормального поведения в бюрократии. Потому, что вы деньги тратите на... Фактически, это превращается в некие междусобойчики. Потом вываливаются там церкви, удаканы, школы и так далее, и так далее. Некий объем словесных фанфар. Потом это незачем не заканчивается. И мы дружно этой же командой, этим же синодальным списочком переезжаем на следующее Богу. Слушайте, ну, так всегда было. И при этом губернаторе, и при предыдущем. У нас всегда в России так проходит. Не всегда. Не всегда. Ну, какие примеры? Значит, началось нормально, кстати, вполне реальных петербургских экономических форумов. Первых трех форумов я был сам участником этого форума. Там вполне реальные соглашения были, вполне реальные дела обсуждались. Я считаю, что да, будет неплохо, что если, допустим, чиновники, встречаются где-то в неформальной обстановке. Но вот в Санкт-Петербургских экономических форумах официальная делегация нашего края, области тогда, состоялась из одного человека. И как-то результативность это не мешает. Не, ну, я иногда, знаете, обращаю внимание на эти форумы, когда они становятся площадкой для какой-то крутой, в том числе, макроэкономической дискуссии. Когда они прям спорят. А это другое. Где есть дискуссия. Где есть изложение разных точек зрения, разных подходов. Или можно услышать реальность. Помните, там где-то Греф вышел на сцену и рассказал, что он на самом деле думает. Периодически что-нибудь такое проскальзывает. Или вот Макаров, по-моему, высказывался, председатель комитета Госдумы. Да, но вы понимаете, это разовая вещь. Конечно. Они вот проскальзывают и где-то потом... Ну, их потом помнят хотя бы. А здесь действительно... А здесь, ну, вот что. Вот кто что вспомнил, чем занималась у нас делегация, так называемая, на питерском форуме. И я думаю, ровно то же самое пройдет про Владивостокский форум. Да, Евгений Юрьевич, это совершенно очевидно так. То есть, пример, приведенный вами про питерский форум, он очень хороший. Никто уже не помнит, что там было. И что там делали наши чиновники. Я вот сейчас вот вы сказали и не могу вспомнить. Я не могу сказать. И про этот форум мы тоже забудем. Это тусовка. Ну, это хорошая, красивая тусовка, в которой действительно можно постоять рядом с федеральными чиновниками. Лишний раз им показать картинки про Забайкальский край, напомнить про эти картинки, что вот, пожалуйста, помогайте нам. А вообще, я когда смотрю, ну, вот, обывательскими глазами на все на это, ну, даже по списку, давайте еще раз быстро пробежимся. Ну, вот, инвестиции в микрорайон хорошие. Мне нужен восточный экономический форум. Они и так их инвестируют, потому что это чистая экономика. Две новые школы на 800 мест. Ну, и без восточного комиссия. Без форума, конечно. Да, кредиты для бизнеса по сниженной ставке. Ну, не нужно в Владивосток лететь, чтобы обозначить эти кредиты. Вторая очередь у Дакана. К Владивостоку нет никакого, ни малейшего отношения. Повышение качества медпомощи в Забайкальском крае. Ну, мы про это можем пять лет коллеги записать. Это вообще не про восточный экономический форум. Большая геологическая разведка. Ну, и там дальше. Да, то есть до конца можно дойти. Поэтому, ну, мы можем бесконечно с Евгением Юрьевичем здесь говорить. Возмущаться. Да, мне кажется, логичным все-таки переводить эти тусовки и поездки на них в какую-то практическую плоскость и работать на то, чтобы люди понимали, зачем туда ездят чиновники, что от этого получает в итоге регион. Потому что сейчас четкое ощущение, что это просто тусовка, на которую съездило много людей, красиво погуляли во Владивостоке, показали красоты Забайкальского края, дотронуться до которых приезжим людям очень сложно. Потому что, ну, вот вы прилетите в аэропорт Читы просто и оглянитесь по сторонам трезвыми глазами. Никто не полетит сюда. На самом деле, за очень-очень-очень редким исключением. Поэтому мы желаем эффективности нашим чиновникам. Пускай ваша работа будет более смысленной и более результативной. Пока с этим есть проблемы. И более ответственной. Более ответственной. Спасибо за внимание. Счастливо. Спасибо вам.